МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как прошла Юморина в Одессе 2017? Три варианта ответа. Отлично, скучно, из плохой организации. Осталось совсем немного, чтобы оставить свой голос за тот вариант ответа, который вы считаете максимально близким. Голосуйте, подведем совсем скоро итог. Сережа, вам слово. Говорим об этих акциях, о том, что происходит. Вы слышали нашего предыдущего гостя, соответственно, слышали Евгения Резвушкина, инициатора этой акции. У вас есть тоже информация интересная. Безусловно, но сначала я бы хотел сказать, почему анализировать. То есть по мнению, по настроению, по реакции полиции. Это одно. Надо смотреть по реакции финансов. Потому что биржа, рынок, он реагирует наиболее четко и наиболее понятно. И тут я вижу две тенденции. Первое. Россияне из Украины уходить не хотят. Они не хотят уходить. Даже перепродажи Сбербанка, который вроде был почти государственный, или почти частный, теперь он будет совсем частный, продается то ли в Люксембург, то ли в Латвию. Но все равно за всеми этими покупателями стоят российские граждане, которые не собираются упускать возможность вести бизнес и зарабатывать в банковском секторе Украины. Поэтому все разговоры о том, российской пропаганды, что Украина на грани пропасти, что у нас все плохо, вот-вот экономика развалится, всем срочно там деньги выводить. Это все ерунда, как я это вижу, потому что если бы это было так, то они бы продали бы, не знаю, туркам, украинцам, кому угодно. Но пока об этом речь не идет. С другой стороны, я вижу эффект от этих акций. Акция в Одессе, она одна из последних, скажем так, по времени в Украине. Подобные акции были в Киеве, в других областях давно. И сегодня участники акции, я это знаю, они сказали, что мы поняли, что пора поддержать и в Одессе это все движение, которое идет по всей Украине. И высказать свое отношение и к государственным российским банкам, и не к государственным российским банкам. Особенно это активизировалось после санкций государственных, которые были на них наложены после заявления о признании паспортов ДНР, ЛНР. Отмечу, что само по себе признание тоже интересный вопрос. Они не признают эти документы документами ЛНР и ДНР, они признают эти документы документами граждан Украины. То есть в российских банках эти документы, представители документов считаются гражданами Украины. То есть, по сути, этот банк полугосударственный, получастный, мы не знаем, но фактически он признал, что жители ЛНР и ДНР – это жители Украины, да, с особым статусом, как у нас называется. Но все равно документы эти государственными органами Украины не выдавались и не должны рассматриваться как официальные документы, удостоверяющие личность, потому что Украина за этих своих граждан никакой ответственности, естественно, не несет с такими документами. И все-таки вы общались с одним из активистов, которого вы знаете, говорили до эфира, что обычно в таких акциях участвуют люди, которых мы видим сегодня и завтра уже точно не увидим. Да, достаточно много акций проводил «Автомайдан», достаточно много акций проводил РГБ, и я могу отличить активных, идейных участников, которые выходят по зову сердца нечасто, потому что они занятые люди, заняты другими делами, у них работа, у них бизнес, у них служба в армии, в конце концов, и когда что-то действительно важное и серьезное происходит, они участвуют в этих акциях по зову сердца. И вы увидели такого идейного? Я поднял трубку, сказал, зашли там было, говорит, да, это я был там, потому что все-таки мы не можем стоять в стороне, когда вся страна этим занимается, и когда уже государство наложило определенные санкции, когда граждане должны понять, что все-таки это не те банки, в которых стоит хранить свои деньги. И что было отмечено, что прохожие нормально отнеслись к этому. Кроме, может быть, тех, чьи деньги за этой замурованной дверью и хранятся, да, они, конечно, нервничали, не возмущались. Ну и семьи сотрудников, которые работают в банке. Я не особо переживаю, потому что сеть не будет закрыта. Все равно есть просто банковские услуги, все равно нужны отделения, все равно нужны рабочие места, все равно нужны работники. Опытные люди Сбербанка на улице не останутся даже при предпродаже, при закрытии, ничего страшного не произойдет. Ну, судя по всему, это может занять просто некоторое время, когда люди при передаче одному собственнику этого банка другому собственнику, позже они вернутся на работу и продолжат. И будем надеяться, что на лучшие условия, чем раньше. А что это говорит? О чем? О том, что некоторые одесситы или не одесситы, которые держат свои сбережения в этих банках, они заберут их все-таки и понесут в украинские банки? Вот есть такое ожидание? Насколько я понимаю, процесс уже идет. И этот процесс вызвал сильное желание Сбербанка России, материнская компания этого банка, продать этот актив, как неинтересно ему, как можно быстрее и фактически за любые деньги. Тут возможны два варианта. Либо это действительно забота о том, чтобы не было финансовых проблем у материнской компании, либо это, назовем это так, ускоренная скрытая приватизация. Потому что все-таки это продажа почти государственного российского имущества. И чем дешевле она перепадет в частные руки, тем лучше будет какое-то частному лицо. Поэтому можно, исходя из теории заговора или из практики, можно исходить из того, что потенциальный покупатель этого актива является заказчиком этих настроений, назовем это так, во всей стране. Не хочу никого обвинять, но еще кому выгодно. То есть активисты не такие уж и идейные получаются? Нет, нет, но я не думаю, что пришел какой-нибудь олигарх из Латвии или миллионер из России и сказал, так, активисты, вот, пожалуйста, мне, пожалуйста, разгромить это. Это как раз, в любом случае, когда что-то происходит, будут какие-то итоги, от которых кто-то получит возможности заработка, а кто-то потеряет. Поэтому мне сейчас трудно даже сказать, кто заказчик всего этого может быть, потому что слишком много имен и слишком много переговоров о продаже идет. Называлась фамилия даже Арсена Авакова, о том, что Аваков имеет свою структуру, которая не прочь бы прибирать к рукам всю сеть отделений Сбербанка России, и поэтому он инициирует вот такое руками неконтролируемых общественных организаций такие шумы, такие неприятности этого банка. Назывались эти имена? Называются имена вполне конкретных из России людей, связанных с нефтяным российским бизнесом, которые имеют офшоры на Кипре, которые имеют предприятия в Люксембурге, которые являются контролерами этих предприятий. То есть вроде как международный бизнес, но за ними стоят уже россияне. Назывались имена в Украине, не связанные с правительством, поэтому здесь кому-то будет выгодно. Александр Ярославский, в частности, владелец Украсивбанка, назывался в числе этих людей. То есть в любом случае что-то произойдет, в любом случае что-то поменяется, кто-то получит, кто-то потеряет. И здесь такая интересная смесь идейных соображений и какой-то для кого-то конкретный финансовый интерес. Посмотрим, как это будет. Еще хотелось бы услышать Ваш комментарий по поводу действий сотрудников правоохранительных органов. Давайте я посмотрю на это глазами участников акции. Сказано было, что действовали они достаточно корректно. Со своей стороны участники акции старались не допустить насилия, и это было сказано. И в такой ситуации, ну, наверное, мелкое хулиганство, да, пожалуй, это то, что как минимум... Как то, что это статья административного кодекса, не уголовная. Но, с другой стороны, даже если это была уголовная, я думаю, для многих участников этих акций не первая и не последняя. Как сказал, собственно, господин Резвушкин, дело привычное, дело обычное. А что это говорит? О чем это говорит? О том, что, собственно, им не всякий закон закон. Где-то можно и обойти, или его где-то прикроют кто-то. Ну, наверняка так получается. Участники акции прекрасно знают, на что идут. И старались сделать так, чтобы не было, скажем так, потерпевших от физического насилия, потому что это совершенно другие статьи. Они понимают, что если сейчас будет выписан протокол, он может быть выписан. Они нарушили закон, они по этому закону обязаны принести наказание. Я думаю, что здесь как раз говорить о том, что это нарушено, что не исполняется, трудно. Другое дело квалификации. Мелкое ли это хулиганство, крупное, по мотивам неуважения к обществу, ли оно было сделано, или по каким-то другим мотивам, это уже юридические моменты, которые, возможно, когда-то будут обсуждаться. Вот еще сегодня все информационное пространство, по крайней мере, до того момента, когда сказали, что это неправда, обсуждали отставку Валерии Гонтаревой. Сейчас официальное НБО опровергает эту информацию. Тем не менее, как вам кажется, это вот какие-то сознательные такие информационные всплески? Ну, я могу предположить, что это связано с заявлением генерального прокурора о предстоящем расследовании правонарушений, совершенных госпожей Гонтаревой. Я отмечу, что она сама заявила о своей отставке несколько дней назад. Пресс-служба Национального банка это опровергла. Депутат Луценко, близкая к прокурору Луценко, достаточно близкий человек, она подтвердила. Я предполагаю, что могу, это мое предположение исключительно, что идет так называемое увольнение в кавычках по собственному желанию. Я могу даже предположить, данными каких правонарушений владеет генеральная прокуратура. Дело в том, что согласно своей электронной декларации, госпожа Гонтарева, которая имела в прошлом году активы в гривнах, перевела их в доллары. То есть, по сути, она вытащила из банка свой вклад в гривнах, поменяла на доллары и вложила в украинский банк, но уже в виде долларового вклада. Ну, разумное решение. Но она должна была поменять. И она сама подписала постановление о том, что каждый гражданин имеет право поменять примерно 200 долларов в день и не больше. Она поменяла, если бы каждый день она ходила бы с паспортом, искала, где поменять, для того, чтобы эту сумму получить, нужно было поменять порядка 3000 долларов ежедневно. Ежедневно. И это значит, что без нарушения ее же собственного постановления об ограничении валютных операций для граждан это сделать было бы невозможно, что говорит о том, что есть основания задать вопросы именно на основании электронной декларации этого чиновника. И я не думаю, что это закончится чем-то там сроком, но увольнение по собственному желанию это закончится вполне может. А чем для украинской банковской системы это закончится? – Я думаю, что будут изменения. Гонтарева критиковалась и критикуется, и более того, поднимался вопрос об ее отставке. Она сама заявляла о своей отставке в начале прошлого года. В середине года поднялся вопрос в Верховной Раде об ее отставке. Достаточно много претензий, которые касаются рефинансирования. У нас, у журналистов одесских, были претензии, касающиеся рефинансирования одесских банков, которые лопали сразу после этого, вводя эти деньги. Безусловно, место главы Носбанка, оно политическое. Безусловно, это будет продукт политического торга. Тут у меня сомнений никаких нет. И, по всей видимости, она освобождается. Ну, а политический ставленник придет с одной целью – принести прямую финансовую выгоду, то есть силе, которую поставят. – Ну, есть, вот по последнему ее заявлению, она говорит о том, что свою миссию выполнила, никогда не собиралась работать главой Носбанка всю жизнь. Есть уже претенденты на эту должность. О ком может быть и речь идти? – Ну, называются самые разные имена. Бывший президент, например, Ющенко, бывший премьер-министр, например, Ясенюк. Достаточно много в Украине хороших банкиров, которые могли бы эту должность занять. – Но это должен быть или будет человек президента, потому что это же очень важно, или все-таки там могут торги завести уже… – Мне даже трудно представить, что может быть поставлено на кон, что может быть поставлено на другую чашу весов в торгах за эту должность. Это очень важная, очень ответственная должность. Гонтарева действительно выполнила свою миссию. Она провела санацию всей системы. Она достаточно спокойно, без катастрофических последствий для валюты, для страны, для власти провела ликвидацию огромного количества убыточных банков, включая крупнейший в Украине банк, который был приватизирован. Это дорогого стоит. Да, она сохранила курс валюты. Хорошо это или плохо, не знаю, но это факт. Она это удержала. И сейчас, как мы видим, мы говорили о МВФ, о финансировании. Она заявляет о том, что МВФ получил полную информацию. Вопрос о получении денег продолжается. То есть я вижу, что банк провел под ее руководством действительно серьезную, важную работу. – И даже если она уйдет, это не станет поводом для МВФ не давать очередной транс? – Я не вижу, что это будут связанные вещи. – И еще комментарий очень хотелось бы у вас слышать по поводу той трагедии, которая сегодня произошла в соседнем государстве, в Петербурге, взрыв в метро. Ну вот хотелось бы понимать, какие у этого всего будут последствия для Украины, понимая вот такие специфические отношения. Будут ли пробовать повешать, что называется, всех собак здесь, погибших? – Уже заявлено о том, что это выход из Северного Кавказа организовали, устроили. Но я жду, кто возьмет на себя ответственность. Если не возьмет ответственность никто, значит, можно ожидать, что это будет карт-бланш, который можно будет в любую сторону направить в любой момент времени, даже без доказательства. Заявить о теоретически возможной связи с… Видели машину с украинскими номерами рядом с станцией метро? – Да, тут может быть что угодно. И если кто-то не возьмет ответственности, реально. То есть я понимаю, что сейчас может появиться множество, которые ничего из себя не представляют и захотят себя заявить таким образом. Но, по всей видимости, все-таки в этот раз будет либо реальное, либо необоснованное обвинение в адрес все-таки северокавказских оппонентов Кремля. – Посмотрим. – Услышали вас, Сергей. Ваше мнение всегда интересно. Сергей Дебров, журналист, был в гостях Думской ТВ. И к этому часу подводим итоги сегодняшнего голосования. Как прошла Юморина 2017 в Одессе? Именно так оно звучало. Три варианта ответа. Отлично. 71% проголосовавших скучно, а 18% с плохой организацией. 11% тех людей, которые приняли участие в голосовании. На этом мы благодарим вас, что были с нами. Все это информационное время. Передаем слово нашей коллеге. Алла Есина ознакомит вас с последними событиями к этому часу. Ну а мы увидимся уже завтра. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова